Всем огромный привет! Меня зовут Ольга, я очень рада вас приветствовать на своем канале. Наконец-то я вернулась домой и теперь у меня есть возможность, есть для этого все технические условия для съемки видео. И я надеюсь, что опять вернусь в нормальное русло и буду как можно чаще снимать интересные видео, интересные обзоры и выкладывать их на сайт. Сегодня первое видео и я хочу посвятить одной из своих любимых тем, это тема корейской косметики. Пришла мне недавно совсем, буквально два дня назад, посылка, первая посылка из двух, которые я заказала корейской косметики. С сайта Rose Rose Shop. Это один из моих любимых сайтов, где я заказываю корейскую косметику. И на удивление я очень удивилась, но шла она мне всего лишь 10 дней, чуть больше 10 дней. Получается 4 сентября я сделала оплату, а уже 16 сентября посылка была на почте и ждала меня, когда же я приеду и заберу ее. Это вообще в первый раз, что так быстро посылка ко мне приходит, особенно международная. Но, к сожалению, это скорее исключение, чем правило, потому что все остальные посылки, которые я сейчас жду, они, как обычно, месяц-полтора идут. Итак, приступим же к корейской косметике. Посылка была очень большая, скажу честно. Я много чего заказала, много заказала в пробниках, в мини-версиях, в полноценных версиях. И поэтому я решила разделить. Сначала я вам покажу декоративную косметику, потом уходовую косметику. Если видео получится очень длинным, то я его разделю на декоративку и уход, чтобы вы не устали смотреть длинное видео. Ну и так, не будем же терять время и приступим непосредственно к косметике. И первое, что я вам хочу показать, то, что произвело на меня на данный момент самое сильное впечатление. У меня до этого не было подобного продукта. И я не знала, что такие вообще продукты существуют. Но вот я заказала и не разочаровалась, а наоборот, я в полном-полном восторге. Это так называемый тинт для бровей. У меня от Etude House. Но он выглядит, как карандаш, вот в такой вот упаковке. Открываем. У него носик, как у подводки. Он такой вот мягкая кисточка. Продукт произвел на меня потрясающее впечатление. Я в диком восторге от него. Сейчас я вам попробую его передать. Это, я думала, что это будет яркая краска для бровей. На самом деле. Сделала сводж на руке. Вот его цвет. Это такой слабый серо. У меня в оттенке, кстати, по-моему, серо-коричневый. В общем, грей-браун называется. Он идеально подходит под мой натуральный цвет бровей. Он, его абсолютно не видно на бровях. Нужно рисовать такими мелкими штришками. И после нанесения он еще немножечко-немножечко проявляется. Выглядит абсолютно натурально. Как будто это ваши брови, как будто это ваши волосочки. Не выглядит ярко, не выглядит броско. Как иногда бывает от карандаша. Карандаш, если слишком мягкий, там слишком яркий, то брови выделяются. И это не очень красиво, естественно, смотрится. С этим тинтом брови выглядят, как будто это ваши брови. Как будто они, это ваши такие густые, шикарные брови. Мне очень понравилась эта вещь. Я не знаю, насколько хватит этого продукта. Месяц, два, три. Но я точно знаю, что как только он будет заканчиваться или закончится, я обязательно закажу себе еще. Возможно, попробую других компаний, других фирм. Но вот эта вещь, это стало моим открытием этой посылки. Подобного у меня не было. И что еще хочу сказать. Держался он без затертости, без смазывания в течение дня. Не было нетускнения. Не тускнение, как иногда, знаете, бывает карандаш в течение дня. Если вы немножко нечаянно заденете бровь, вы можете его смазать. Особенно у тех, у кого жирная кожа, как у меня. И тогда у вас бровь такая получается с такими просветами. Вот. С этим тинтом такого не происходит. Он отлично держится до конца дня. Смывается обычными средствами для умывания, для удаления макияжа с глаз. И имеет потрясающий натуральный оттенок. Очень довольна я этой вещью. Рекомендую. Далее я еще заказала себе еще три карандаша для бровей. Все я беру карандаши в оттенке грей-браун. То есть серо-коричневые. Это и не коричневые, это и не серые, и не черные. Это что-то вот среднее, наиболее подходящее мне под мой натуральный цвет бровей. Сегодня мои брови оформлены вот этим карандашом. Это карандаш от The Face Shop. Так тунок выглядит. Здесь вот такие вот усики нарисованы. Этот карандаш имеет форму, с одной стороны это щеточка, как в принципе многие карандаши, которые я люблю. Карандаш автоматический, что тоже я люблю. Я не люблю точить карандаши. И у него вот такой вот треугольный носик, что также очень удобно, когда вы оформляете брови. Цвет у него практически идентичный. Похож очень цвету тинта, но посмотрите, насколько он ярче, чем тинт. То есть его надо еще, конечно, растушевывать кисточкой. Вот, к примеру, я чуть-чуть его растушевала. Вот он получился вот такой цвет. Сегодня он первый раз у меня на бровях, поэтому как, насколько долго будет он держаться до самого вечера, пока сказать сложно. Сейчас середина дня. Пока в целом все нормально. Никаких прорех я не наблюдаю. Карандаш мне понравился. Цвет понравился. Наносится он достаточно мягко. Без комочков. Он не мягкий. Он средний такой. Хороший карандаш для бровей. Следующий карандаш Тони Молли. Вот такой вот черный. С одной стороны кисточка. Это стандартно. С другой стороны сам карандаш. Он уже имеет форму просто. Такой вот остренький, тоненький. Карандашик и цвет у него. Поярче сделать. Вот такой. Он уже более коричневый. Я не помню, как правильно называется этот цвет. Назывался. Я чуть-чуть растушевала кисточкой. Вот. Оформлять брови этим карандашом я еще не пробовала. Поэтому... А, он у меня 0,3. 0,3 цвет. Поэтому как он держится и как ведет себя при оформлении, я пока не знаю. Скажу, что все карандаши были в ценовом диапазоне 2-2,5 доллара. Дороже что-то я не брала и не смотрела. Карандашей на самом деле очень много. Выбор огромный, большой. И можно, если с чего выбрать. И третий карандаш. Это фирма... Я, честно говоря, не знаю, как правильно называется, читается данная фирма. Я попробую вам приблизить. Если сфокусируется... Не хочет фокусироваться. В общем, подпишу внизу. Он такой... У него овальный уже вот этот вот носик. Он не острый. Он овальный. Как овал. Он тоже достаточно твердый. Он уже без кисточки идет. Вообще похоже, что это как... Знаете, как рефил. А не полноценный карандаш. Может быть, я ошибаюсь. Не знаю. В оттенке у меня он 0,4. И цвет его... Вот оно. Вот этот цвет. В принципе, все цвета более-менее похожи между собой. Ну, подбирала для себя, для своих бровей. Поэтому мне, думаю, все цвета подойдут. Этим карандашом я тоже не пробовала еще работать. Но я думаю, что даже если что-то не понравится, 2,5-2-2,5 доллара, это небольшая цена за такие продукты. Все, с бровями закончили. Переходим теперь к глазам. Для глаз я взяла также попробовать три туши. Одна тушь, я так понимаю, что она в полноценной версии. Это тушь от Skin Food. Вот в таком оформлении. Я ее еще не открывала, она запечатана. У меня сейчас достаточно много открытых тушей, которые я хочу закончить, а уже потом открывать новые. Потому что жалко, они лежат, всеми ими пользоваться не можешь. Они лежат, сохнут. И, в общем, жалко мне. Пока они ждут своего часа. Даже не знаю, какая там щеточка, если честно. И две туши. Я так поняла, что это были миниатюрки, но тоже недорогие. Тоже ценовой диапазон, по-моему, 2,5-2,5 доллара. Вот это опять от той же фирмы, от которой карандаш. Апию или Апию. Я, в общем, сложно мне с названием этой фирмы. Вот так вот две они выглядят. В принципе, одинаковые. Одну я все-таки не удержалась, открыла. Одна идет подкручивающая, изогнутая кисточка. Вот здесь она закрытая. А вторая идет классическая щеточка. Ворсовая, не силиконовая. Такая вот. И в туши присутствуют мелкие-мелкие-мелкие ворсинки. Вот их видно, если приглядываться на щеточке. Их очень много, их видно. Я думаю, что это для того, чтобы удлинять ресницы. Но, если честно, какого-то мегаэффекта удлинения я от этой туши не заметила. Пахнет она стандартной тушью. И в один слой она дает, ну, очень уж натуральные ресницы. Она практически ничего с ними не делает. Слегка только они становятся темнее. Чтобы добиться хоть какого-то эффекта накрашенных ресниц. А я люблю, когда ресницы именно накрашены, когда они длинные, когда они с тушью. Нужно как минимум два, то и три слоя. Что не очень удобно, если у вас ограничено время. И вам некогда стоять и возить-возить щеточкой по ресницам. В этом плане эта тушь мне не очень понравилась. Но мне понравилось то, что она снимается жгучками. То есть она, если я правильно помню, это называется термостойкие туши. Которые под воздействием теплой воды, они не расползаются под глаза синяками. Они снимаются такими вот жгучками с ресниц, не оставляя черных кругов. Это мне вот такие туши очень нравятся. Я такие люблю больше, чем те, которые просто цветом удаляются и все. Поэтому это плюсик к этой туши. Ее хорошо брать с собой куда-то в путешествие, в отпуск на море. И не бояться, что после купания у вас будет под глазами черные-черные-синие круги. Если вдруг случайно вы намочили глаза, либо она высохнет, либо можно аккуратно снять тушь жгучками с ресниц. Вот. Вторую тушь не пробовала. Она закрытая. Будет лежать, ждать, когда же кончатся все остальные. Следующий продукт для глаз. Я взяла себе базу под тени. Вот так она выглядит. От Etude House. Это жемчужная база под тени. Вот так вот она выглядит в упаковке. Она действительно... Она не матовая. Она действительно жемчужная. И в принципе... Вот такая вот она красивая. Она переливается на глазах. Таким очень легким, деликатным сиянием. Но это не тени, это база. Поэтому сверху тени ложатся и отдают весь свой цвет по максимуму. Я уже пробовала пару дней ей пользоваться. Сегодня также я делала макияж при помощи этой базы. Мне понравилось. Тени на нее легли четко. Растушевывается. Все отлично. Держится до конца дня. Века не сушит. В складочке тени не забиваются на эту базу. Ничего не скатывается. Ничего никуда не девается. В общем, мне понравилась хорошая вещь. Тем более, тоже что-то порядка 3-4 долларов она стоила. Я думаю, хватит ее надолго. Там ее немало. Далее из декоративной косметики остались продукты для лица. Это были тональные основы, тональные крема и BB крема. Как вы знаете, кто меня часто смотрит, я нахожусь в постоянном поиске идеальных тональных средств. Поэтому это одна из моих любимых декоративных штучек, тональные средства, BB, основы и так далее. Покажу вам их несколько штук. Взяла их как в пробнике, так и в полноценной версии. Начну с пробников. Взяла в пробниках. Здесь удобно очень покупать в пробниках, потому что это намного дешевле, чем стоит полноценная версия. Это можно попробовать, распробовать, напробоваться, потому что их здесь 10 штук. И хватит это минимум на 10 раз использования. За 10 уж применений точно можно определиться, нравится вам данное средство или не нравится. Подходит или нет. BB крем от Misha. Это тот, который двойной. Видите, нарисован. Получается цвет, крем, цвет, крем. В упаковке, когда выдавливается, то это все смешивается и получается тональный крем. Я помню, как-то был у меня один такой пробник. Он мне понравился. Я решила повторить еще 10 штучек, чтобы понять, нравится ли мне все-таки этот крем или нет. Стоит ли брать полноценную версию или нет. Потому что видела несколько отзывов девчонок, которые его очень хвалят и которым он нравится. Но у меня с моей жирной кожей нужно все обязательно пробовать. Следующий крем. Это крем CC от Natural Republic. Вот так выглядит. В упаковке у меня есть открытый пробничек. Мне же все интересно. Сейчас я вам сделаю сводч на него. Это CC-крем не совсем как мы привыкли, потому что есть белые CC-крема, которые при распределении становятся тональными, дают тон. Этот же CC-крем уже изначально имеет цвет. Вот он. Вот мы его разносим. Он достаточно легкий. Он не плотный. Я бы не сказала, что он плотный. Вот ему сколько? Много. Вот такой капелюшечки, в принципе, может, наверное, хватить на пол лица точно. У него средненькая такая степень покрытия. То есть, вот можно, вот если вот здесь вот эта точечка, как бы покраснение можно считать, то оно его не замаскировало. То есть, сильные покраснения этот крем не замаскирует. Он выровнит тон, он увлажнит кожу, потому что чувствуется даже на руке, чувствуется эффект увлажнения. Но я его еще на лицо не пробовала. Но я боюсь, как бы этот эффект увлажнения не сделал мое лицо жирным. Но это будет все после тестирования этого крема. Так, в принципе, он впитался быстро. Вот все, уже он впитанный. И его, в принципе, не видно. Дает руке, вот если видно вам, легкое такое сияние кожи. Вот опять-таки, все крема с сиялками очень такие противоречивые. И для жирной кожи они могут просто превратиться в жирный блеск, а не в сияние. Поэтому будем пробовать. Для этого у меня их то, также, 10 штук. И уже потом определяться, а надо ли мне это в полной версии. И третий BB крем в пробниках. Это также от Natural Republic, только уже BB крем. Предыдущий был CC, а это BB. Его я пробовала вчера на все лицо. В принципе, проходила я с ним практически до вечера. Конечно, жирный блеск появился через несколько часов. От этого я не могу избавиться, никуда не деться. Но пудра все спасает. Крем остался до вечера на лице. Никуда не потек. В принципе, буду тестировать дальше. Первое впечатление мне понравилось. Этот крем. И остались еще два BB крема. Один у меня вот в такой. В виде это It's Skin Baby Face серия. Цвет силки. К сожалению, я вам его показать не могу. Потому что он вот так вот запечатан. И срок годности у него хоть и 12 месяцев, но тем не менее. У меня сейчас также достаточно большое количество тональных средств, которые открыты и которыми надо пользоваться. Поэтому этот я пока не открываю. Этот я пока держу. Хотя бы хоть что-то у меня пусть закончится. И я тогда уже открою на пробу вот этот крем. И последний BB крем, который я взяла также в полной версии, это крем от Холики Холики Аквапетит Джелли. Вот так выглядит баночка. Наверняка многие видели. Это не новинка. Он уже давно представлен на рынке корейской косметики. Взяла именно его в полноценной версии после нескольких обзоров. И самый главный аргумент был, что девушка рассказывала, что ей не нравится ощущение продукта и тонального крема на лице. Коим грешат очень многие BB крема и просто тональные крема. Вот этот же она на своем лице не чувствует и не ощущает. Но также этот крем дает хорошее покрытие и скрывает недостатки, выравнивает тон. И я решила его сказать. Тем более стоил он не больше, по-моему, 10 долларов. Даже, по-моему, поменьше. В комплекте к нему шел вот такой вот спонжик. Я им еще не пользовалась. Как они называются? Силиконовый? Не силиконовый. В общем, вот такой вот спонжик. Крем представляет собой, когда мы его открываем. Здесь у нас вот такая вот лопатка, которая помогает доставать продукт. Он не очень жидкий. То есть он вот так вот не вытекает. Так. Само-то нанесу. Мне понравился его оттенок. Он не отдает в серый цвет, как многие биби-крема. Бывает, что биби-крем с сероватым подтоном. Нет. У этого такой вот натуральный подтон. Ничего серого нет. Ничего рыжего, кирпичного. Ничего. В общем, бежевый натуральный тон. Сегодня этот крем у меня на лице. Я его сегодня нанесла первый раз. Он очень легко и быстро разносится. Можно руками. Можно с помощью спонжика. Это дает среднее покрытие и легкую-легкую... Такая у него легкая текстура. То есть он действительно быстро впитывается. И его не ощущаешь на лице. Не чувствуешь ни маски, ни термоэффекта. Такого, который... Крема, который содержит масла, зачастую дает термоэффект. Еще кожи. Вот здесь вот я его распределила. Все. Мне он понравился. Ну, конечно же, жирный блеск он дает через пару-тройку часов. Приходится припудривать. Но изначально, сразу же после нанесения, у него матовый финиш. Он не дает никакого сияния, никакого блеска, никакого видимого эффекта. Продукты на лице. Вот именно жидкого тонального, многие тональные крема и биби-крема заканчивают с блеском. То есть после нанесения вы становитесь таким блестящим блином или еще кем-то и требуется срочно припудриться. С этим нет. С этим не хочется быстро-быстро припудриваться. Просто пудру я наносила прозрачную для закрепления макияжа. Не более того. Дает отличный цвет, выравнивает тон, скрывает мелкие недостатки, выравнивает поры. В общем, первое впечатление у меня тоже очень положительное на этот крем. И пока я не жалею, что взяла полноценную банку. Вот, это были все декоративные продукты из этой посылки. Теперь переходим к уходовой части, к уходовой косметике. Продолжение следует...